так девчонки мои вяжем мы таким вот образом вот смотрите две мои регланные линии и с той стороны тоже 2 здесь прекрасно видно где у нас вот это у меня спинка до хотела я вам измерить свою длину регланной линии у меня 34 по спинке и 30 по переду теперь вот смотрите я разделила да вот он отделила один рукав второй рукав спинка и перед теперь я буду вязать рукава оставлю буду вязать тушку да правильно я говорю у меня маленько стянутся вот что хотела еще сказать по поводу орнамента орнамент я вязала по вот этой вот ссылой схемки я думаю объяснять им паш папа петельная его не буду просто я вот так вот его на миксовала чтобы были какие-то симпатичные переходы до света на цвет вот разбила ее серым цветом потому что конец заканчивать я буду серым цветом вот и теперь теперь же мне нужно сделать подрез до для него я вот смотрите я беру чтобы было понятно я разделила все на отдельные спицы вот и теперь вот видите у меня вязание заканчивается вот здесь вот петли спинки я провязала и здесь добавляю 8 или 10 петель в зависимости от того какую ширину светерочка вы хотите вот еще не сказала два четыре шесть семь восемь я добавляю восемь пропускаю петли рукава и продолжаем на петлях переда вот и далее тоже буду вязать в круговую вот что хотела еще сказать вот в этом месте девчонки вы должны мерять на себя вот оденьте эту горловину хорошо разложите вот это место до стык должен быть у нас как бы в районе пройме не в конце руки прям там высоко-высоко а именно там где у нас находится кроме на джемперах блузочках да я если честно меряю вот так отверху вот вот моя покажу у меня такая просто у меня стянутое маленькое за вот моя примерная мерка до до проймы это нам я не знаю работает ли это на все ладони но я всегда вот сколько я вижу я примерно вот пройму определяет именно своей рукой вот так вот это у меня это у меня 18 сантиметров вот она проверьте пожалуйста свои руки если когда довяжите до вот этого момента проверьте если это этот лайфхак работает как бы 0 на любой размер а кто будет вязать детский или мужской тоже проверьте вот этот момент эту точку возможно это даже работает на все как бы на все все размеры зависимости от того какой человечек большой маль мали хотя тоже не думаю что нет потому что пальцы то разные длины бывают у меня длинные а у кого-то короткие так вот до второй проймы я провязала и теперь вяжу еще сделать 8 воздушных петель и и соединяем вот отсюда вот здесь вот я начинаю свое вязание вот теперь я по кругу вяжу тушку я даже успела привыкнуть к этому слову оно мне уже не кажется странным вот два года назад когда я свитер вязала впервые услышала слово тушка оно мне показалось очень необычным и странным еще в видео там про джемпер об этом говорила сейчас уже я привыкла все девчонки вот теперь по кругу я вяжу вот эту тушку и по бокам у меня остается на дополнительных спицах рукава так мои хорошие показываю вам промежуточный результат вот я провязала вниз я же говорила у меня остатки не так по поэтому остатки пряжи поэтому я буду вязать так частично хаотично сейчас я начну вязать рукав вот для этого я вот привязала нитку 2 рукав снимать так здесь я набирала 8 петель как бы этот подрез и вот 8 петель я отсюда добираю 1 2 3 4 5 и так добираю я петли вот здесь вот там где мы там где мы добавляли на тушки кто сколько у меня 8 значит добираю я 8 петель так 4 8 так и далее вяжу рукав по кругу если у вас узор совмещаем восстанавливаем здесь узор я цветные полосы восстанавливаю все продолжаем вязать так девчонки вот провязала я 3 ряда счастья вам покажу сокращение на рукаве как я буду делать если вы вязали гамаши вот эти штаны которые мы вначале вязали к этому джемперочку то сокращать мы будем точно так же как мы добавляли на джемпере значит вот эти 8 петель которые я добрала подреза вот они я делаю делю их пополам так раз два три четыре вот так вот так и вот в этот марка маркер у нас будет находиться на всем протяжении всего рукава значит добавлю сокращать я будут смотрите перед маркером я провязываю две петли вместе обычно если мы вяжем не в круговую то мы сокращаем начале и в конце ряда либо добавляем да а я буду вязать в круговую и я буду сокращать одну петлю всего для плавного как бы скоса но буду чередовать до маркера и после маркера вот сейчас я сократила до маркера провязала две петли вместе и сейчас вяжу 4 ряда то есть сокращать я буду в каждом четвертом ну если считать и вот этот вот вот первый считать его первым там где я сократила то через четыре да сейчас я вяжу четыре ряда и потом покажу следующее сокращение так я провязала 4 ряда сейчас я довязываю довязываю 4 так и теперь видите вот здесь вот я сокращала до маркера провязывала 2 месяца теперь я провязываю 2 вместе после маркера и вяжу 4 ряда снова видите вот так вот они будут расположены так чуть-чуть в таком шахматном порядке вот следующий раз через четыре ряда я сделаю здесь и вот так вот чередуя я буду сокращать и так показываю вам вот наши убавления которые совершенно не ну вот видно да они вот так вот расположены да я думаю вам видно вот смотрите вот таким вот образом уголочком зигзагом вот и довязала я ряд рукав до нужной мне длины и закончила резинкой тут уж показывать нечего просто вы довязываете да вот до сюда как меряйте сюда и продолжайте заканчиваете резиночкой вот такой вот рукав что я еще сделала я закончила основную как бы часть вот тоже довязала до нужной длины не считая резинки и закончила резинкой 2 на 2 ну и сейчас в конце уже вяжу 3 рука вот здесь по-моему немного виднее этим или нет или нет или я слепая в общем довязывать полностью идентично второй рукав и покажу вам на мочу разложу покажу вам на манекене все девчонки так и вот он девчонки джемперочек мой при его одела на манекен вот такую в чем его выгода я вам скажу в том что вы по ходу можете откорректировать ширину длину все вяжете и меряйте на себя вот такой нет никаких расчетов единственное что вам нужно это рассчитать горловину связать напрячься этот росток а потом уже вяжите в одно удовольствие и меряйте на себя все девчонки на сегодня все с вами была века и школа рукоделия всем пока пока